приветствую вас дорогая церковь дорогие братья и сестры дорогие друзья любовью господа иисуса христа воистину богу нашему славу и благодарность за все я очень благодарен богу быть с вами здесь поклоняться ему и славить его и очень благодарен тоже вот братьям и сестрам которые послужили и и мне очень приятно что вот проповедь от стиха к стиху приносит плоды уже знать о чем тема и сегодня тема дети и родители похоже да отцы и дети но уже был бы плагиат да пришлось поменять и написать и дети и родители и наша жизнь во христе иисусе апостол павел пишет послание фисяна мы давайте откроем 6 глава и будем читать с 1 по 4 стих послание апостола павла эфисянам 6 глава с 1 по 4 стих у кого нет библии собою там телефон разрядился давайте читать вместе дети повинуйтесь своим родителям в господи ибо этого требует справедливость почитай отца твоего и мать это первая заповедь с обетования да будет тебе благо и будешь долголетен на земле и вы отцы не раздражайте детей ваших но воспитывайте их в учении и наставление господни и вот такие слова апостол павел написал и чтобы их понять нам надо видеть вот в каком контексте пишет апостол павел эти слова и он нам говорит что вот все послание пропитана тем что бог сделал во христе иисусе очень очень много для нас и всем эти слова постоянно нужны и эта тема мы видим он находит сама главная тема чтобы мы жили мудро во христе иисусе тема дети и родители и широкий контекст в том что бог очень много сделал для нас во христе иисусе он умер он принес жертву себя за нас чтобы мы были оправданы это жертву через жертву иисуса христа и через иисуса христа бог примирил нас с ним через иисуса христа он нам сделал нас детьми своими усыновил нас раздела детьми то у нас есть гигантское наследство от нашего бога вы все миллиардеры мультимиллиардеры причем не в этой земной валюте в небесной вечной валюте и цари и священники бог дает вам целое государство целые народы в наследство а мы только а вы только уверовали думали это все что вот мы сделали а бог во христе иисусе гигантские сокровища хранит сейчас пока на небесах не сразу нам дал чтобы эти сокровища нас не раздавили потому что чтобы получить это наследство нужно быть готовым быть крепким характером в боге быть верными ему и бог это делает с нами во христе иисусе здесь в церкви он взращивает нас и поэтому павел теперь говорит ну начиная со второй части своего послания своего письма с 4 главы 17 стиха что мы должны жить во христе иисусе свято в любви как дети света сегодня тема была и я тоже вот внимательно подбираю слова спасибо и и теперь тема чтобы мы жили мудро чтобы мы просто чем мудрость можно измерить можно измерить килограммами или паундами местные паундами килопаундами тоннами вбирайте во христе иисусе в себя мудрость потому что без иисуса христа человек совершенно оглупел неразумно лишены смысла наш разум помрачен без бога и теперь во христе иисусе прекрасная возможность исполняться мудростью и мудрость чтобы мы правильно относились к назначенным временам которые бог назначил мудрость вот развитие своего разума 17 их мудрость познание воли божьей мудрость в трезвости мудрость в исполнении духа святым дальше павел будет говорить чтобы мы жили во христе исполненные силы но сейчас пока говорим об исполнении духом и павел говорит как же делать что надо делать чтобы вот мудро исполняться духом божиим это насыщаться божьим словом я очень благодарен очень много я смотрю традиции добрых традиций которые во исполнении этого слова чтением библии я чувствую по домам потом читаем библию здесь проповедь и почитайте исполняйте божьим словом себя но это не все обязательно надо иметь личное общение с богом мало знать библию мало знаете надо знать еще и автора надо общаться с ним и быть благодарным богу за все что он дает и сейчас павел говорит чтобы мы исполнялись духом божиим и в этом наша мудрость чтобы мы подчинялись друг другу прошлый раз мы говорили о подчинении жен мужьям но даже ну уже из той проповеди она такая тяжелая долго 13 12 стихов надо было все столковать но я думаю вы пользуетесь блага благодать из этих слов потому что это очень мудрый порядок в семье и это не просто жены подчиняются мужьям а там же мужья любите своих жен как христос возлюбил а что сделал христос унизился так перед каждым из нас что просто нету места чтобы унизиться ниже а мы мужья так должны любить своих жен то есть взаимоподчинение в семье это очень мудрый совет правда во христе иисусе для всех для нас чтобы наши семьи были счастливы чтобы огромный пласт проблем которые вот в семье а из-за неправильного порядка безбожного беспорядка так лучше сказать из этого вечного проклятия войны между мужчиной и женщина между мужем и женой который за проклятие чтобы во христе иисусе он ушел и мы об этом говорили с 22 по 31 стих и теперь павел поднимают тему вот дети должны подчиняться родителям и слуги это следующая тема можете подбирать стихи песни почитать об этом чтобы мне кажется когда церковь приходит готовая проповеди проповедь по-другому уже звучит и просто развивается наше разум наше сознание мы уже многое знаем и еще больше узнаем когда подготовленные приходим итак мы сегодня говорим смотрите подчинение друг другу и под тема дети родителям и это все очень мудрое поведение жить мужить мудрого христе иисусе и исполнение духом божиим и так но здесь мысли достаточно простые дети слушайтесь лучше перевести слушайтесь своих родителей в господи вторая тема это вот этот стих цитата из десяти слове из это вот какая шестая да что заповедь моисея почитается и мать твою говорит апостолу пророк моисей израиль заповедует в тоже вспомнены духом это божье слово вот это истина и третье мы можем сказать мудрость родителей здесь видите хотя написано подчиняйтесь друг другу но как родители должны вести себя и мудрость но давайте все порядку времени мало первый стих еще раз давайте прочитаем дети лучше провести вот здесь слово слушайтесь своих родителей в господи потому что это справедливо справедливо и почему слова слушайтесь буквально хупакуете вот это слово если с этим словом если она бестворительного падежа немножко урока греческого то она переводится просто слушать то есть если ты слушаешь то стоит слова вот просто вот это же слово но если за ним идет творительный падеж то это слово лучше перевести слушаться дети слушайтесь своих родителей и что такое слушаться что такое слушаться это то что тебе говорят родители это очень важная информация и хоть сегодня надежда и переживал почему дети ушли уходят до ушли на воскресную школу да слава богу пусть это очень хорошо что учатся потому что все здесь остались тоже дети у всех у нас есть родители мы все дети никто из нас другим способом не пришел у всех у нас есть родители здесь написано дети слушайте слушайтесь своих родителей и павел конечно добавляет в господи хотя некоторые манускрипты говорят что этого слова нету в господи только вот у северных манускриптов а там на юг которые ушли манускрипты в коптскую церковь туда вот в эфиопию там слова нету в господи и и ну неважно это очень не не здесь не самое главное главное что нам надо слушаться наших родителей и а послушание ну давайте начнем издалека никто из нас не любит слушаться правда или любите чтобы вот так ты неправильно поступаешь тебе надо вот так одеваться и вот так ходить и по-другому себя вести кто из нас любит такие наставления мой руки чистезовые какие еще у нас наставления мама дает и папа и еще до сих пор до сих пор ты пыль вытирал или нет и пыль вытирала стирала и так далее что делать павел говорит слушайтесь слушайте своих родителей и вопрос достаточно сложно хотя казалось бы просто проповедовать и сказать слушайтесь ваших родителей и и так далее но давайте конечно же здесь идет речь о детях которые находятся под подпечением родителей те которые ну вот у нас это сколько до 18 здесь может там до 20 лет может что-то раньше но слушаться надо если мы посмотрим на жизнь который создал бог какие мы приходим в этот мир умными или глупыми все знаем или ничего не знаю мы ничего не знаю мы рождаемся мы у нас не дара не развитый мозг у нас только одни инстинкты рефлексы рефлексы врач проверил и отдал родителям и мы получаем как родители ребенка у нас семье с алесе она здесь у меня с супругой моим мы четверо детей и каждого из них я получал на руки что делать что и мы учимся и когда-то меня также отдали на руки моим родителям и они воспитывали каждого из нас воспитывали родители и бог сделал так что человека чтобы вырастить человек отличается от животного животным вот мы не на видео сейчас так хорошо видео по фейсбуку прислали лошадь рождает жеребенка через три минуты он встал и пошел а у нас чтобы человек пошел сколько надо год вундеркинда в девять месяцев у нас кто-то в девять месяцев девчонки быстрее бегают мальчишки ленивые в одиннадцать месяцев мимо минимум а так год год ими год и месяц пошел первый шаг это мы с вами и родителям на уровне инстинкта что такое инстинкта это неосознанная информация которую бог вложил нам не знаю начали в генах не в генах по исследуйте никто не знает как бы вот но это на уровне инстинкта мы кормим своих детей мы заботимся мы исполнили любовью к ним если родители если у матери нет материнской инстинкта у родителей нету считаются больные если этого нету если они не заботятся свои дети заботятся о детях и все лучшее для них и и твой из опыт и твои знания твой опыт и твои знания потому что ты родители более менее уже владеют жизни они передают ее детям и дети от родителей от любящих родителей осознанно неосознанно любящих но они получают знания но давайте от кого эти знания рад до родителям пришли от бога и пучается от родителей то есть от бога человек получает вот эти знания и И умудряется от родителей. И вот эти заповеди, вот эти наставления, помой руки, почисти зубы, переоденься и веди себя хорошо, учись хорошо, они охраняют нас. В книгах мудрости они описаны, вот что наставление матери твоей, наставление отца, сын мой, не забывай, не оставляй, это как охрана для твоего сердца, для твоей души, для твоей шеи. Вот интересно, да, шея тут при чем? Побежишь, не упадешь, да, даже быстро не упадешь. А шея у евреев, оказывается, шея это средоточие жизни, потому что шею поранишь. Практически все ранения шеи это смерть, заболевания шеи, шея связана, связывает голову с телом и травма шеи, и это буквально синоним жизни. И заповеди от родителей буквально охраняют тебя. И давайте, если буквально посмотрим, что эти заповеди, эти наставления, они охраняют буквально всю твою жизнь. Ну, давай, не будешь ты слушаться о вопросах гигиены, да, там, чисти ногти, там, чисти зубы. И если ты их не будешь выполнять, что с тобой будет? Ты заболеешь и даже можешь умереть. Все будет заканчиваться смертью, простите. Если вот наставление для девушек, там, от мамы, храни себя до брака, это же хорошая заповедь. Но если ты не будешь слушаться в этом, что будет? Ты рано забеременеешь, у тебя будет ребенок, и ты будешь матерью-одиночкой. О, нету смерти, да? Но это будет несчастье. И так далее. Если родители говорят, не надо смотреть на вино, не пей, не надо наркотики, здесь марихуана продается открыто, не надо тебе это. Что это делают родители? Что они для тебя делают? Они тебя охраняют. Они хотят тебе жизни. Потому что славянские народы, да как у нас нету воли, мы очень сильно впадаем в зависимость и практически из нее не выходим. Вот эта пьяная Россия, от которой мы сюда убежали, уехали. Она и здесь тоже. Мне вот над них рассказывает, говорит, машину отдал в гараж. Ну, там, говорит, на два дня ремонта. Неделю делали и не сделали. Почему? Запили все механики. Я говорю, ну, я и говорю, уехали из России, а Россия в нас осталась. Неверующие были люди, а может и верующие запили. Не знаю, но родители, они охраняют, оберегают нас. И все, и как, получается, если дети, вот позиция такая, да я сам умею жить, сам умею, сам знаю, как жить, тем самым мы поставим барьер заповедям Божьим, которые охраняют нашу жизнь. Здесь и сейчас, и нашу будущую жизнь. И мы, когда перестаем слушаться или делаем вывод, не буду я слушаться в этом своих родителей, то ставим барьер заповеди, Слову Божьему, знанием о жизни от Бога через родителей для нас, для всех. Речь не идет о верующих или неверующих родителей. Бог заложил вот этот инстинкт прямо, желание сделать все хорошее и доброе для детей своих, родителям для всех. Конечно же, потом ребенок вырастает, мы становимся самостоятельными, и наступает момент, когда родители наши тоже знают до предела, и там дальше мы должны учиться у учителей, и, конечно же, дальше должны учиться у самого Бога через Слово Божье, через Библию. Но начально это слушаться родителей. Слушаться родителей, еще раз понятно, что это очень мудро, это исполняют духом, но это два пункта из широкого контекста. Вот это место, слушайтесь своих родителей в Господе. Что такое в Господе? Конечно же, сам Господь говорит нам через родителей, и мы уже это исследовали. И, может быть, некоторые богословы говорят, что в Господе наступает момент, когда родители говорят одно, а Бог говорит другое. То есть, вот граница, если тебе родители говорят, не надо ходить в церковь, бывают родители бандиты, бывают родители развращенные, бывают родители разные. А Бог находит нас, вырывает из таких семей, из беззаконных, нечестивых родов целых. И родители говорят одно, а Бог говорит другое, поэтому то надо послушаться Бога в Господе. Но тоже мудро сказать, мама, папа, я тебя люблю, но смотри, как ты живешь без Бога, я так жить не хочу, но я все равно люблю тебя. И ты, наверное, не хочешь, чтобы я так жил. И если вот в таком стиле, по-доброму, по-нормальному поговорить с родителями, но уже взрослыми, то я думаю, они не будут с вами обижаться, будут говорить, ну хорошо, оставайся, живи сам. И в Господе, дальше, видите, Павел говорит, дети, вот слушайтесь ваших родителей, в Господе, потому что, и очень сильный акцент, это справедливо. Да, это справедливо, или буквально, ну вот это слово дикаис, мы ее все время переводим, слово справедность, справедность, вот оно, это слово справедливо, это по правилам, это очень хорошее правило, справедливо. В чем справедливость? Потому что родители, они старше, это раз, родители дали тебе жизнь, это два, пусть от Бога, пусть даже мы и не знаем, как мы даем жизнь, все это знание у нас от Бога. И справедливо, родители кормят, и родители заботятся о нас, и все это они делают бесплатно, бесплатно. Я помню, какая-то история есть, да, что маленький мальчик дал, пришел к маме и там записку дал, я посуду помыл, мне, пожалуйста, за это там рубль, ну тут по местному доллар, я еще это сделал, мне за это два. Мама вечером дала ему записку, какую-то, то, что я там родила и так далее, бесплатно, кормила, поила, гладила, обстирывала, лечила, стригла, гуляла, ну там все учила и так далее, все это бесплатно. Да, мы живем в обществе очень сильно меркантильном, все выгода, 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 должна быть выгодно, все, что невыгодно, мы бросаем, производство невыгодно, заканчиваем, невыгодный товар, скидываем, да, все невыгодное, невыгодными вещами мы не занимаемся. И если анализируем, это вот не очень даже надо быть мудрым, понять, что семья, она невыгодна. Дети, они выгодны или невыгодны? Они невыгодны. Все деньги, которые вы тратите на детей, могли бы потратить на себя, на себя и тут на детей, они, это не только деньги, но это и время, это и ваши друзья, это все ваши приятные чувства, все забирают себе дети. И чем мы, как дети, можем заплатить родителям? Пока маленькие даже, а когда старше, мы уже есть чем. Пока маленькие, чем заплатить? Какая валюта? И не надо долго рассуждать, что послушание, когда тебе, вам нравится, когда вас слушаются? Когда ты сказал, тебе сделаю. Приятно? Даже, вот бы заплатить бы ко мне, чтобы меня кто-нибудь послушался пару раз, что ли. Это так, смешать, если послушание и деньги. Но послушание – это очень приятно родителям. Родительская обязанность, родительское служение становится гораздо легче, когда их слушаются. Когда слушаются с удовольствием, слушаются с радостью. Такая же тема потом будет. Ну, это здесь Павел в этом послании не поднимает. Петр в послании Петра в своем первом послании поднимает взаимное подчинение. Он поднимет тему, это в пятой главе. Он говорит, пасторов, я умоляю, я сопастырь. А там дальше говорит, и вы младшие, что надо делать? Повинуйтесь наставникам вашим, чтобы они не в удрученном сердце, не с тяжестью управляли вами. Потому что мы можем пастору так жизнь испортить своим непослушанием. Чем мы… А если мы слушаемся, если мы с радостью подчиняем, если, пусть даже может быть неправильное решение, но мы его выполним, послушаемся, и легче служить в такой церкви. И церковь такая исполнена радостью. Такая же тема подчинения старших, младших старшими в церкви. И то же самое в семье. Это справедливо. Это очень справедливо, и это дает радость. И замечательный момент. Итак, это справедливо. И из третьего стиха, здесь нету, а в третий стих давайте прочитаем. Павел скажет, что это заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетием на земле. Две вещи из повиновения, послушания родителям. Первое, что будет по жизни тебе? Благо – это хорошо. Это старое славянское слово – благо. Те, кто дети в послушании выросли у родителей, у нормальных, конечно, мудрых родителей, да, надо оговариваться, им просто благо во жизни. Видно даже сразу же, когда мы в школе учили, я вспоминаю, или даже в училище, если дети из интернатов или из неполных семей, ну, там, мать-одиночка только воспитывала, она не воспитывала, воспитывала двор, подворотня, группировки. И вот мы все попадали в школу, ну, вот смотрим, видим, как кто учится, кто на что ориентирован. А дети из полных семей, для меня они были загадкой, потому что я из неполной семьи. Просто у него другой ориентирован, вот цель, смысл, он так ориентирован, он так мотивирован на учебу, на все. На все, и где сейчас они, и где я. Действительно, если бы даже Христос не нашел. И это не мое замечание, я педагогов читал, книги по педагоге Кипа, и даже видео вот этих. Дети из полных семей, учить приятно, все знают, все понимают, схватывают, потому что ориентированы. И смотрите, что как сделал Бог. Бог воспитывает человека, для воспитания человека всегда обязательно нужно разнополая семья. Обязательно должна быть мама, и обязательно должен быть папа. И тот, и другой вносит очень важный вклад в формирование человека, как личности. Понимание мужчины и женщины, мужа и жены. И это вот тогда становится полноценным гражданином. Но это из темы государственного управления. И это будет благо тебе вообще по всей жизни. Ты знаешь, как относиться, как строить семью, потому что статистика говорит, что дети из неполной семьи, из интернатов, из детских домов, они не могут... Ну, они могут создать семью, но они не могут ее поддержать. Разводы через год-полтора. Почему? Они не умеют даже выполнять роль мужа и жены. не умеют. Больше 90%. Потому что в семье, жить в семье научиться можно только в семье. Учебника по семье нет. Открываем пунктик один. Папа, муж должен любить жену. Так, тест, да? Вопрос два. Жена, этому не научишься по учебнику. И учитель, если расскажет, не научишься. Это надо прожить на практике рядышком с родителями, чтобы вобрать поведение, модель поведения родителей. И вот хороший проект во многих церквах западных, в Германии и в Америке, что из стран, из неверующих, вот по проектам, брать на время детей в семью, в христианскую семью. И вот просто на несколько, ну там полгода, на три месяца, не знаю, ну все, оплачиваются, все. И они живут в семье. И что мы делаем? Формируем у детей понятие жизни в христианской семье, где друг друга любят, где друг друга прощают, где взаимоподчиняются. Они, конечно, те дети возвращаются в свои семьи, у них конфликты своими потом родителями. Ну, может быть, это не очень хорошо мы делаем, но... А вдруг принесет плод? Вот, когда они создадут свою семью, они возьмут модель не своих неверующих, вечно полупьяных, родителей и матерящихся, а нашу модель. Это очень хороший проект, вот на основании этого. Будет тебе благо на земле. И второе, обетование долголетия. Будешь долголетен, будет... Ты проживешь долго. Ну, а к этому еще вернемся. Итак, пункт один, что это надо слушаться своих родителей. Но не все так просто. И эту заповедь во втором стихе Павел пишет, заповедь, «Почитай отца и мать, отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле». Для меня есть очень интересный момент, что Павел приводит в цитату из заповеди Моисея. Потому что это мы читаем в исход 20 главе 12 стихе и во второзаконе Моисей переписывает это. И второй раз, дважды, для народа израильского пишут эти заповеди. В второзаконе 5 глава 16 стих «Почитай отца твою и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь, Бог, дает тебе». И Моисей дает эти законы Израилю, которые он вывел из Египта. И в Израиле это просто сборище рабов. Понятия брака, семьи, государства, гражданства нету. И Моисею нужно было срочно это делать. И очень с большими препятствиями, с восстаниями на него роптали, а ему нужно было это делать. Конечно, он силой Божией, мудростью Божией это делал. И вот он дает эту заповедь. Надо еще понимать, что мудрость Бог дал Моисею, как вот Мессии Израиля. Такого служения никто больше не делал в Израиле, как Моисей. Он с заповедью, законом, законом он берег Израиль и бережет тысячелетиями. Конечно, это Бог сделал, но это Моисей был использован. И у Моисея была такая мудрость. Представляете? Те государства, которые были рядом, мудрые, сильные, крепкие, могущественные, такие, как Египет, империя, Хамураппи, Вавилонская потом империя, их нету сейчас. Потому что не было такой заповеди. И других, которые дает Моисей, а Израиль живет тысячелетиями. Почему? Потому что эти заповеди полны мудрости. Эти заповеди хранят Израиль как народ и как государство. И одна из них почитая Отца Твою и Май Твою. И что интересно, но эту заповедь и постоянно повторял эту заповедь наш Господь Иисус Христос. Он прям буквально ее цитировал. И причем, видите, в Матфея 15 главе, Марка 7 главе мы более детально последуем. Бог наш Иисус так и говорил, «Ибо Бог заповедовал, почитай Отца и Мать». Ну, давайте более детально посмотрим на заповедь Моисея. Еще раз, мы знаем, что Моисей дает это в пустыне, вывел Израиль, и это заповедь основополагающая. апостол Павел вообще про весь закон Моисеев Тимофею. Какие слова он сказал? В двух словах. Даже одним словом описал весь закон. Не, не так. Он сказал, весь закон добр. Слышите? Это значит хороший. Это значит замечательный. Конечно же, мы, когда уверовали в Иисуса Христа, мы все радовались чему? Что Бог, Иисус избавил нас от чего? от закона. И вот мы радуемся, веселимся. Но Павел говорил про другое. Закон, который обвиняет, закон, который показывает, какие мы грешны. И от осуждения закона Бог нас избавил. Но сам закон, он очень хорош. Прежде всего, он хорош тем, что он дает великую мудрость и правила поведения, которые обозначил сам Бог. Бог создал эту жизнь, Бог создал и правила этой жизни. Потому что жизнь у нас не беспредельная. Мы, живя в теле, мы не беспредельны. Мы не можем выдержать высокую, низкую температуру, не можем выдержать определенные условия жизни, не можем выдержать. Есть границы. И границы эти можно самому проверить, понять, да, так жить нельзя. А можно есть вещи, границы некоторые, которые, если ты нарушишь, вернуться уже нельзя. И лучше эти границы узнать заранее. И поэтому они прописаны. Прописаны эти границы, вот, ну, касаются разных сторон жизни. Но мы сейчас говорим подчинение и почитание своих родителей. или так звучит просто. Почитай отца твою и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог, дает тебе. Это исход, благо будет прописано во второзаконии в 5 главе 16 стихе. Почитай отца твою и мать. Как обычно толкуем? Значит, мы всегда должны их слушаться. Почитай, даже если ты создал свою семью, тебе они звонят, ты неправильно живешь, ты не так воспитываешь детей, не так строишь дом, ты не тогда стираешь, ты плохо утираешь пыль, и ты должен их вот в этом слушаться. об этом ли пишет Моисей? Но Моисей в бытие, и самое главное здесь, смотрите, в послании Эфесянам эти цитаты почти две рядом. Смотрите, потому оставят человек кого? Отца и мать. Своего отца и свою мать оставят и прилепятся к жене и будут одноплоть. Тот же Моисей говорит, надо почитать и тут же надо что сделать? Оставить. Здесь тоже Эфесянам мы читаем 31 стих 5 глава чуть-чуть поднимите, поэтому оставить человека отца и мать, а здесь дети, почитайте родителей, как сочетать это? И если это не разнести вот эта вот дилемма, вот этот разрыв в сердце постоянный, что сделать с родителями? Вот здесь я буду почитать, а вот здесь не буду слушаться а вот здесь о чем говорит Моисей? Прежде всего надо истолковать слово почитай. Еврейское слово, неважно как звучит, но оно в еврейском как в русском и в английском часто такое, что если это слово существительное, то оно имеет значение одно, если прилагательное, то другое, если глагол, то третье, здесь глагол. но это же слово, если как существительное, как прилагательное, оно часто переводится как богат, то связано с деньгами. Авраам был богат, это слово будет. Вот, то есть это связано с деньгами слово, с финансовыми отношениями, и да, и честь, и почет, когда мы чтим Бога, когда мы чтим царя это же слово употреблялось. И это слово имеет более значение финансовое. Поэтому почитай царь, мать твою, это финансовая заповедь. Значит, что? Наши дети выросли и тут же должны нас материально поддерживать. Об этом пишет Моисей? Нет. А хорошо было, правда? Нет. Моисей пишет вот о чем. Когда ты вырастешь, когда ты станешь крепким и сильным, будешь зарабатывать, хорошо зарабатывать, то а твои родители, они вырастут, они состарятся. И настанет момент, когда они перестанут, у них не хватит сил и разума уже, у них тело и мозг уже станут слабыми, и они не смогут зарабатывать. Придут дни, когда руки будут трястись, не смогут даже ничего сделать. Они не смогут поддерживать, содержать себя. И я тебе заповедую. Ты должен их материально поддерживать. Почитай отца и мать твою, это ты должен их поддерживать, ну, давайте, нашим языком, в пенсионном возрасте, когда в Израиле не было пенсионной системы, как здесь. И старики, которые всю жизнь работали, вырастили детей, дали, а потом состарили, съели все свои запасы, все. Кто о них заботится будет? Моисей заповедует дети. Дети должны поддерживать материально, поддерживать, давать, ну, просто отделять сумму содержания и отдавать им каждый месяц, там, или каждую неделю, поддерживать их. И это очень хорошая заповедь. Мы же говорили, что закон очень добрый, и эта заповедь, она знаете, что делает? она избавляет от страха старости. Страх старости я набрал, оказывается, гигантская проблема психологическая. Кто из нас боится старости? Все боятся. Не боитесь? Хорошо. Дети, да, уже воспитаны, правильно? Или в хорошем государстве живем, все, я слышал, о, поехали в Америку, здесь, там, это, пенсия хорошая, там, ой, хорошо будет, зачем мы сюда приехали? Чтобы обеспечить старость, потому что там, в России, старость какая? Страшная. Копейки, пенсии нет, полное все беззаконие, старики ходят, побираются буквально. Страшная старость. Убегаем от старости. А если целый анализ, если народ боится старости, что он начинает делать? они хотят прожить жизнь быстро, сильно, ярко и умереть молодым. Чтобы там до 50-55 и умереть, все, никакой старости, все, и получается вот такая жизнь, как есть сейчас, особенно в беззаконных, в безбожных странах, урвать, никакой дисциплины, захватить, прожить и умереть. А дальше проблемы греха, даже в церкви. Мы начинаем оставить свой грех, оставь курение, оставь пьянство, оставь наркотики. Да, согласен, это же грех, Бог за тебя умер, все, не действует. Начинаешь копаться. Почему? А он говорит, а получается, что люди просто вот этими привычками, они не только наслаждение себе делают, они медленно убивают себя. Это самоубийство, прикрытое самоубийство. А зачем мне долго жить? Ты вредишь здоровью, а зачем мне быть здоровым? Аргументов нет уже, чтобы я не хочу долго жить. Вот оно, не хочу долго жить, я буду старости, я не хочу быть старым, я не хочу ходить под себя, не хочу быть брошенным, не хочу быть одиноким, не хочу. Такая страна, где так люди живут, обречена на развал, и она исчезнет, станет новая страна. Это история человечества показывает. Моисей, исполнен Духом Божиим, мудростью от Бога говорит, что вот когда родители заботятся о родителях, и тогда старики обеспечены, они не боятся своей старости, сами дети, когда заботятся о своих родителях, рядом находятся их дети, они учатся, как заботятся о родителях, и мы уже заботимся о своих родителях, и понимаем, что дети наши научены, когда мы состаримся, когда нам будет тяжело, они будут приходить и будут нам помогать, мы будем рядом с ними. людьми, когда у человека удлиняется жизнь, удлиняется жизнь, то тогда он не рвет, он не хапает, он может терпеть, он может жить, и такое общество, оно более сбалансировано, и долго живет, потому что пока старики живут, то они передают знания о жизни новому поколению, или даже третьему поколению, а то и четвертому поколению знания жизни, и такое общество, такие семьи, такие роды, они, непонятно, да, семейный род, они крепкие, сильные, это праведные, и они как соль земли, и они долго живут, и они наследуют землю, вот об этом озабочен Моисей, это благая заповедь, хорошая, добрая заповедь, заботиться о стариках о своих, и тогда ты, когда ты заботишься, здесь еще срабатывает закон духовного осени, что ты сеешь, что ты пожнешь, если ты заботишься о своих родителях, то и твои дети позаботятся о тебе, если ты не будешь заботиться, ты четко знаешь, и моей не будут заботиться, и поэтому я так в старости не хочу, и совсем другая жизнь, и даже если ты веришь во Христа Иисуса, и живешь такой жизнью, она счастлива для тебя, она несчастна, куча проблем, еще особенно в старости, и поэтому Павел, вот говорит, почитай отца и мать свою, Моисей заповедует, почитай отца и мать, это, иными словами, материальная поддержка детьми своих родителей в старости, когда они не смогут, не могут содержать себя сами, а вот эта заповедь, оставить отца свою мать, да, надо уметь оставлять отца и мать, и когда ты создал свою семью, все, это твоя семья, и мудрые родители, когда их дети вырастают, создают семьи, не лезут в их семью, но если только попросят совета, что-то спросят, тогда мы поможем, сами не лезем, оставить, материально оставить, почти разорвать все связи, но когда родители состарятся, тогда что дети должны делать, финансово поддерживать их, и понимая эту истину, вот так вот понятно становится учение Иисуса, потому что в учении Иисуса эта заповедь в его устах звучит именно точно так, по-другому она не толкуется, ну вот, Матфея 15 глава, контекст такой, к нему приходят фарисеи, много традиций, сегодня говорили, традиции, ученики Иисуса, сам Иисус нарушал традиции фарисеев, и фарисеи говорят, а что это твои, ученики нарушают предание старцев и не моют руки перед едой, ну там, не такое, а там, мацион ужаснейший, как надо мыть перед едой руки, а Иисус отвечает им в ответ, а зачем вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего, ибо Бог заповедовал, почитая отца и мать, злословище отца и мать смертью до умрет, а вы говорите, если кто скажет отцу и матери дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, в Евангелии от Марка, вот этот карван, то тот может и не почтить, я подчеркнул слово, видите, это слово опять, не почтить отца свою или мать свою, таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим лицемеры. Правильно, пророк Исаия про вас говорил. О чем говорит Иисус? Картина такая, что Моисей сказал, что надо поддерживать материально своих престарелых родителей, а пророки, а эти уже фарисеи, не знаю, на каком этапе, и книжники сказали так, если те вот средства, которые ты должен отдавать по закону Моисееву своих родителей, чтобы поддержать, если ты их отдашь в храм, то ничего страшного, это предание, это закрепилось, и приходят родители к своей надежде опоры, к сыну, к детям, в надежде, что тебе дадут, а тебе говорят, знаешь, я Богу отдал то, что это был Карван Мо, это я отдал Богу, то, что я должен был тебе отдать, вот об этом говорит Иисус, и Иисус это просто случится, слышите, это же очень серьезные слова, вы своим преданием устранили заповедь Божия, а Иисус не поменялся, он до сих пор точно такой же, и то, что тогда земного Иисуса в досаду приводило, и в гнев точно так же его сейчас это и приводит, поддерживать, конечно же, очень много вопросов, здесь мы живем в другом обществе, у нас сильная развитая пенсионная система, и даже мы вчера общались, даже настолько сильное государство, что даже оно прям забирает стариков у нас, забирает, я лучше позабочусь государством, чем ты о нем, конечно же, это настало, ну, я представляю, правители вот этого государства в свое время приняли такое решение, надо заботиться о стариках, а какую цель они преследовали? такую же, как и Моисей, это очень мудро, такое государство, которое заботится о своих стариках, пусть по-другому, пусть вот так вот, сильной пенсионной системой, оно делает сильнейшее основание, мощнейшее основание для своего будущего, но, все равно, оно не сделает, ну, общение хотя бы, пусть оно, старики материально не нуждаются, наши, но, они нуждаются все равно в общении, а иногда, а некоторые старики нуждаются, чтобы кто-то покормил из ложечки любимым, любимой едой, которую только вы знаете, что она или он любит. Финансовая поддержка, вообще, это слово почитать финансово, оно открывает многие места описания, очень интересные, это маленькое отступление, смотрите, чти Господа Бога Твоего от начатков предыбытков Твоих и наполнится жительница Твоей до избытка точила Твоей будут переливаться новым вином. О чем это говорит притча? Притча 3 глава 9-10 стих. Чти Господу, что это значит? Это не молиться на коленях, это не песни петь, это не на миссию даже ехать и не проповедовать Евангелие, а что надо делать? Молодец, громче надо, это надо деньги дать. И не только деньги, это надо на храм, это вот, это очень мудрая и замечательная возможность финанса поддерживать церковь, сейчас это церковь, тогда храм. Анализ всегда развращенного государства, израильского государства, потому что Израиль тотально отступал от Бога и получал от него дисциплину, и церковь уходила от Бога. Анализ почему это происходило, начало было, знаете, всегда одно и то же. Люди переставали поддерживать материально Божьих людей. Ты Божий человек, Бог тебя прокормит. Церковь, сами шевелитесь, мне так тяжело. Как только эта мысль приходила, переставали поддерживать материально, священникам, пасторам, миссионерам нужно было работать, уходить со служения. Служение, да, оно продолжалось, оно становилось мелким-мелким, неглубоким. Духовно не обогащался Божий народ, еще больше развращения, второй круг разврата шел, и дисциплина от Бога. Чти. И самая финансовая глава уже для церкви, это первая глава, ой, 1 Тимофея, пятая глава. Всю прочитайте, там все почти о финансах. Ну, начинается она с чего? Вдовиц почитай, истинный вдовиц. Что такое почитать? Тимофей, епископ над многими церквами, он должен что делать? Почитать, да? Шапку перед ним. Вдовица? Почет. Что он должен делать? Здесь очень просто. У церкви должен быть бюджет, на этот бюджет должны нищие, вдовицы того времени, у евреев и у греков низкий социальный уровень. У нее нету возможности заработать. Нигде никто не даст ей даже попрошайничать. Не может. Это тяжелое социальное состояние. Кто ей должен помочь? Бюджет церкви. То есть, бюджет церкви должна поддерживать бедных людей. И, смотрите, еще. 1 Тимофей, 5 глава 17 стих. Достойно насчаствующим пресвитерам должно оказывать у нас написано сугубую честь. На греческом и в английском у нас двойной почет. Дважды чтить. Особенно тем, которые трудятся в слове учения. О чем пишет Павел? Первые церкви баптистов немецко-английски они дважды снимали шляпу перед пастором. Двойной почет. О чем пишет Павел? Он пишет материально поддерживайте своих лидеров. А двойную честь, двойной оклад должен, знаете, кому быть? Там, из-за того, что перфект стоит, это прошедшее время обозначающее, что те, кто прослужили, те, которые не слово трудятся, а протрудились в слове учения. А нет, проначальствующим. Достойно проначальствовавшим пресвитерам. Лучше так перевести. Что такое проначальствовавшим в перфекте? Это значит, они это сделали, но эффект от их служения виден сейчас. То есть, мы, если это те братья, которые прослужили в церкви, прослужили плодотворно, и эффект от их служения в слове, в учении, руками, виден здесь и сейчас, им церковь из бюджета должна назначить пенсию. Какого размера? Двойную. Получал он тысячу долларов. Сколько назначим? Две. Он старик. Это отличное почитание. Получал он две, выделим четыре, получал две с половиной. Сколько она? Математика. Родители научили, да? Слушались. Хорошо. И давайте поговорим о последнем. Мудрость родителей. Этот стих, хоть дети ушли, но стих-то был для кого? Для родителей. Звучит он хорошо. Четвертый. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении наставления Господня. Все просто. Самый главный принцип, видите, непонятно, что такое раздражать? Много вопросов, много теорий. Стоит слово параргидзе. не доводить до гнева. Может быть, но мне больше утверждают, что была система воспитания уже в Ефесе. У греков тому времени развитая система воспитания. была. Я читаю всех Аристотелей, читаю их, они, я представляю, сидят греки в церкви и просто посмеются. Ну, чему ты можешь еще нас научить? Павел, у нас уже супер развита система образования. Да-да-да, они, греки, их феномен роста был, знаете, на чем? Один из основ феноменов это воспитание детей, воспитание гражданина. Ни в одном вот обществе того времени, кроме евреев получается, не было такого внимания к детям, особенно к воспитанию по этапам. Все их воспитывали, учили наукам, учили потом мальчики его расставили военным, всему спартия, там больше физвоенная подготовка, там чрезмерные мучения такие, выходили бойцы такие, греки, и тут Павел их учит воспитывать детей. И похоже, похоже, что вот это не раздражайте детей, ну, мне кажется, потому что много учебников по воспитанию греческой того времени, по истории воспитания, в испитории педагогики говорят, что похоже, что это от Спарты, потому что Спарта поклонялась очень сильно Артемиде, а Вефес, помните, чей город? Артемида Вефеска. И наступал момент, когда мальчиков, ну, юноши уже, 17-14 лет, просто перед алтарем у Артемиды избивали, хлыстали до полусмерти. педагогика педагогика зачем? Чтобы через мучения воспитать мощный характер. И, может быть, верующие до сих пор так и делали, но не перед алтарем Артемида, а у кого? Перед кафедрой, да? Просто воспитать. Такое бывает. Мы пришли к Иисусу, но мы за собой весь опыт тащим. и опыт воспитания, чтобы, получается, смысл родительства был такой, чтобы устроить жизнь ребенку такому страшную, чтобы прошлая, следующая жизнь взрослая показалась ему простой, тяжело в учении, легко в бою, как у Суворов. Но, Павел говорит, это плохая метода, очень плохая. Родители, и вот это стоит слово эктрефа, буквально кормить. Самое важное, чтобы, мне кажется, родители кормят детей. С самого детства кормят. Кормят не только с ложечки едой одевают, а кормят и учением. И Павел говорит, что хорошо бы их кормить учением и наставлением написано Господним. Это моя была одна курсовая работа, и я такой, буквально решил истолковать, что учение наставления Господня значит, был такой учебник или книга, которую христианские родители должны были воспитывать. Но мой профессор написал, а потом мы вместе учились, и он нам преподал, и я согласен, что учение наставления Господня у евреев и в Первой Церкви назывались книги мудрости. Книги мудрости, то есть, притчи, Экклезиаз, Псалтырь, Песни песней, Книга Иова, учите. Ну, и, конечно же, уже в то время написанных слов Иисуса не было, может быть, отрывки были, послания, письма были, но Евангелие уже Марк наверняка написал, Лука, Матфей, то есть, не было учения Иисуса, как в Библии, как у нас, но слова Иисуса, заповеди, притчи Его наверняка были, и их надо передавать детям. Знаете, что я здесь вижу? Я вижу здесь, что Бог дает нам детей, да, у нас над ними власть, у греков власть была тотальная над детьми, такой у нас власти нет, они их могли убить. И ни мораль, ни религия того времени, ни христианское, ни государства, никакой претензии. Ты родил, ты можешь убить. У нас нет такой власти. Но Павел меняет сознание. Учите, воспитывайте, смотрите, в чем у нас с детьми, у родителей с детьми есть хорошая связь, близкие отношения, дети по природе своей тянутся к нам. Независимо, какие мы, хорошие, плохие, они тянутся к нам. А мы тут христиане. И Павел говорит, что вот этот период связи с детьми, он не вечный, он не долгий. А еще особенно стих, вспомните, Надежда, может быть, еще раз расскажет его. Вы заметили, как связи рвутся? Соврал ребенку, и теряешь его. Перегнул его, избил его, нам казалось бы, треснул, и он исправится. Нет, насилие, избиение, Павел говорит, когда вы бьете своих детей, они от боли, это естественная реакция, ненавидят вас, они рвут с вами связи. А если вы божьи люди, а если вы христиане, то они с кем рвут отношения? С Иисусом. Мне не нужен такой Бог, который дал мне таких родителей. Я драйду другого, я сам по себе поживу, не нужна мне такая церковь, где я вижу несправедливость, где я вижу лицемерие. Потому что дети, если мы еще лицемерно идем за Богом, они видят, что мы в церкви одни, а дома другие, и они говорят, о, так вот надо как жить, и мы опять теряем. Если мы врем, если мы неответственны, если мы равнодушны к ним, если мы... Ну, не то что... если они нам не нужны. Мы всем видом ему показывать можем, что они нам нужны, но они нам не нужны, мы теряем их. Связи рвутся, и без того очень слабы. И вот в чем проблема. Евангелие, благовестие, оно переходит по близким связям, по родственным, по близким отношениям. Мы так все уверовали. Мы уверовали от друзей, от родных, от близких, от близких, с кем у нас были близкие связи. А если эти связи рвутся, мы не можем благовествовать. И любое благовестие, учебник откроете, или семинар, какой там пункт один, номер один? Ну, конечно, знать Евангелие, а второй какой? Если уметь налаживать связи, потому что благовестие без близких связей, без близких отношений, оно не приносит плода, а даже отрицательный плод больше приносит. И у родителей прекрасная возможность использовать близкие отношения, близкие связи, передать Иисуса своим детям, веру во Христа. Мы не можем заставить их покаяться, но мы можем рассказать об Иисусе, можем показать, как жить с Иисусом. Конечно, Он должен, точно так же, как и мы, как и любой человек, принять самостоятельное решение, жить с Иисусом или нет, покаяться пред Ним или нет. Но это прекрасная возможность у нас. И я помню, сестра в церковь, она приходила, Алексей, ну, не хочет каяться мой сын, сыну же там, 17 лет, там, 18. Посетили, конечно, все на ножах. Я говорю, вы совсем порвали все отношения. она орет на своего ребенка. Орет всю жизнь. И все. И ребенок просто живет, мы общались, он говорит, я только одно мечтаю. Когда мне вот исполнится 18 лет, я уеду из этого дома навсегда. И я говорю, сестра, он у вас не только Христа не примет, он у вас не принимает ни любое ваше наставление. Вы ему говорите одно, он специально делает обратное, потому что у вас уже нет никаких связей. Нам надо беречь связи. Беречь связи и кормить наших детей вот так вот с ложечки. Но и точно так же, вот пока есть вот это отношение, видите, пока есть близкие отношения со своим ребенком, вот так же им передавать учение, наставление Иисуса Христа. Итак, пока мы маленькие, слушаемся родителей. Когда мы старенькие, поддерживаем их материально. Пока мы родители, давайте поддерживать связи с детьми, близкие связи и передавать им Иисуса. А Богу за все слава. Аминь. Давайте молиться. Отец наш Небесный, во имя Господа Иисуса Христа. Великая Тебе слава, хвала и благодарность прежде всего за Иисуса, за спасение, жизнь вечную в нем, за веру в Евангелие, за веру, которую Ты дал нам, и она так драгоценна в Твоих глазах. Даруй, чтобы и для нас была она драгоценна. Благодарим Тебя, что во Христе Иисусе Ты учишь и наставляешь нас, как учит Отец детей своих. Благодарим Тебя, что заповеди все Твои благи, все добры, все исполнены мудрости и великого приобретения. Господь, мы, обладая ими, принимая их через Тебя, просто принимаем и ценим, и получаем гораздо больше, чем золото и жемчуг, и драгоценности, потому что они для нас величайшие ценности. Благодарим Тебя за них и умоляем Тебя, Отец, благослови нас, навести порядок в своих семьях, подчиниться Тебе, Твоему Слову в нашей семейной жизни, чтобы мы правильно относились к своим супругам и правильно относились к своим родителям и к своим детям, чтобы мы избавились от всего языческого, от всего неправильного, от всего неверующего, от всего мирского, но приняли заповедь Твою, мудрость Твою, Слово Твое в почитании своих родителей, в поддержании их, в послушании им, а также в воспитании своих детей, чтобы мы правильно использовали свою власть, чтобы не унижали их и не рвали связи, которые Ты дал по природе, чтобы мы использовали эти близкие отношения, пока они у нас есть, с детьми, передали им Тебя, накормили их, насытили, чтобы они уже жили с Тобой и передали самое доброе, самый лучший опыт в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом для славы Твоей, по Слову Твоему, по воле Твоей, значит, уверены, что получим просимое и прославится имя Твое Святое, что Ты это сделал с нами через Слово Твое, Духом Твоим. Аминь.